Ньюз Ван продолжается. Сергей Лещенко, народный депутат Украины в студии вместе со мной. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Столичные пробки... Столичные пробки, пятница вечера. Заставили тянуться... Простите за опоздание. Не, все в порядке. Мы дождались, это самое главное. Мы как раз о дорогах говорили, сын и Богословский в конце нашего разговора. В том числе в комплекс проблем, связанных с дорожным полотном, с дорожным движением, можно говорить о пробках. Накануне был проголосован давно, подписан президентом закон о парковках в том числе. Какие перспективы в населенных пунктах? Ведь с парковками напрямую зависит и пробки связанные. Ну тут связь прямая. До тех пор, пока не будет насильственной эвакуации неправильно припаркованных машин, до тех пор люди будут ставить машины, где попало. Соответственно, никто не будет строить паркинги, потому что в этом не будет экономического смысла. И поэтому это будет продолжаться до тех пор, пока не будет это кольцо разорвано. Поэтому оно должно быть разорвано в момент, что неправильно припаркованные машины эвакуируются. После чего идет уже другая логика событий. А водители украинские, мы с вами тоже водители, мы готовы к штрафам, к эвакуациям. Мы понимаем, что если машину эвакуировали, то это... К этому пришел весь мир. Серьезная проблема. Мы должны быть к этому... Ко всему тоже быть готовы, потому что другого ответа на этот вопрос нет. Как готовы украинцы к реформам и как они проводятся в стране, сейчас об этом начнем говорить. Прогресс в реформах есть, но этого недостаточно. Такое мнение выставил посол Европейского Союза в Украине Хьюк Менгарелли. По его словам, Украине нужно усилить борьбу с коррупцией. Мол, только в таком случае удастся привлечь иностранных инвесторов и, соответственно, создать в стране новые рабочие места. Послушаем цитату. Мы наразі обговорюемо с украинскими чиновниками впроваджение какнайшвидше антикоррупционного суду, который мы узгодили с Радой Европы рекомендациями Венеційської комиссии. Очень важно проводить необходимые реформи в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, потому что в Украине наразе экономическое увеличение сохраняется на уровне 2,5%. Окончательно проголосовать за создание антикоррупционного суда нужно уже до лета. С таким призывом к депутатам выступил премьер Владимир Гройсман. По его словам, именно этого органа не хватает для полноценной работы антикоррупционной системы. Нам нужно завершить формирование антикоррупционной инфраструктуры. Останнее решение осталось. Это вопрос о создании независимого антикоррупционного суда. З следующего неделя будет 2 пленарных сессийных недели, 2 сессийных пленарных недели, И уже на следующей неделе могут назначить также новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов. По его мнению, на первой же пленарной неделе в мае, в четверг, депутаты проголосуют за новых членов ЦИК. И уволят тех, чей срок полномочий давно истек. При этом Герасимов уточнил, фракция Блок Петра Порошенко поддержит обновление состава Центральной избирательной комиссии. Напомню, президент предложил 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК, после чего началась спецпроверка всех претендентов. Председатель парламента Андрей Порубий ранее спрогнозировал, что назначение пройдет в апреле-май этого года. И подчеркнул, депутатам еще придется найти механизм, как отсеять одного из внесенных президентом кандидатов, ввиду того, что есть 14 при 13 необходимых. Сергей, по порядку, и в контексте следующих двух пленарных недель, их две подряд, после большого такого перерыва в формате работы под куполом в парламенте, антикоррупционный суд. Амбиции серьезные. Премьер, генпрокурор, глава фракции БПП анонсировали, что все-таки проголосуем с парламентом. Мне это напоминает, как наши телезрители помнят, пожить при коммунизме, если хотели успеть. Тут точно так же все хотят, наконец, создать антикоррупционный суд, а он как цель на горизонте, ближе к ним становится. Но если при коммунизме не успели пожить, потому что распался Советский Союз, то здесь история в том, что нет политической воли этот суд создавать, а есть желание этой темой вжонглировать, как фокусник, для того, чтобы выдурить у наивного Международного валютного фонда очередной транш, который позволит протянуть власти, по сути, уже обанкротившейся, до следующих выборов. Потому что, вы знаете, пики внешних выплат, они уже подходят. Я тут скажу очень просто. МВФ делает все правильно, он не дает Украине ни цента до тех пор, пока антикоррупционный суд не создадут. Порошенко создавать суд не хочет. Почему? Потому что этот суд будет сажать в тюрьму его ближайшее окружение. И вот ваши пленки, которые, там не пленки Нищенко, а вы упоминали эти же смс-сообщения, и я был на эфире по записям Нищенко, это все показывает. Нищенко документировал коррупцию Порошенко, сам будучи ее участником, ну, с него взятки гладкие, он и так под следствием. Вот почему его партнер не под следствием, это хороший вопрос. Поэтому, конечно же, для Порошенко антикоррупционный суд, это как приговор самому себе подписать. Поэтому они будут дальше жонглировать и дальше рассказывать, что когда-нибудь при коммунизме мы все поживем. На самом деле, я думаю, что уже всех в печенках эти разговоры сидят, антикоррупционный суд нужно создавать, потому что без антикоррупционного суда ни один коррупционер не понесет наказание. Он пойдет, как говорится, в украинский продажный суд за небольшой откат, его освободят, сперва на порухе, потом он сбежит, вернет себе паспорт. Проголосуют, но не создадут или не проголосуют. Я думаю, что затягивать будут до тех пор, пока это возможно. Еще возможно затягивать, я думаю, не будут затягивать, возможно, даже... Вот почему до сих пор его нету? Что мешало его создать? Мы с вами, вот извините, но ведем разговор, мне кажется, немножко в извращенной логике. Мы с вами не извращенцы, но логика у нас извращенная. Если бы антикоррупционный суд создали год назад, мы сегодня бы обсуждали, не то создадут или нет, а уже первые приговоры были бы, уже первые бы миллионы пошли в бюджет, как компенсация денег, которые украдены. Уже бы украинские граждане не смогли найти деньги, я не знаю, пойти, посмотрите, дорогу построенную или школу. Весь год этот вопрос забалтывали специально, для того, чтобы его не создавать. Президент Порошенко, выступая на Ялтинской европейской стратегии в сентябре прошлого года, в присутствии сотен журналистов и западных политиков, сказал, антикоррупционный суд Украине не нужен, он есть в Уганде где-то, в Малайзии и какой-то очередной банановой республике. Конечно же, манипулировал. Почему? Потому что он искал любой аргумент, чтобы этого не делать. Теперь он вдруг сказал, что мы создадим, но уже полгода эти разговоры просто ведутся. Для того, чтобы суд создать, нужно просто вынести вопрос в сессионный зал, а не очередной раз делать об этом какое-то громкое заявление. Для того, чтобы вынести в сессионный зал, президент должен взять трубку телефона, которым он очень часто пользуется в своих личных интересах, и позвонить главе комитета по вопросам правовой политики, Руслану Князевичу, и сказать, Руслан, собери, пожалуйста, комитет, подготовь таблицу для второго чтения. После чего вопрос идет в сессионный зал, рассматриваются две тысячи поправок, на это уходит, может быть, три сессионных дня, и решение принято. Он представляет блок Порошенко. Я же по этому говорю, поэтому президент и должен эту инициативу взять в свои руки, если он хочет показать... Но, с другой стороны, Сергей Ильиченко тоже юридически представляет блок Порошенко. Блоком Порошенко, мне кажется, сейчас в жесточайшей конфронтации, потому что то, что происходит на сегодняшний день, это выходит уже за рамки приличия. Многие депутаты, кстати, мне кажется, уже ищут запасные аэродромы, я вижу, создают какие-то партии, там, различные, даже региональные. Вы тоже? Нет, мы пока занимаемся борьбой с коррупцией. Когда придет момент выборов, то, я думаю, нужно всем антикоррупционным, демократическим силам объединиться, чтобы этот вопрос раз и на свидание решить... Антикоррупционные, демократические силы звучат... Это звучит по-европейски. Хорошо, по-европейски, очень точно. Я не об этом говорю. Мы говорили о другом. Когда нужно, президент Порошенко умеет решать вопросы очень быстро. Ему нужен был Луценко-генпрокурор. Это заняло 4 часа. С момента внесения законопроекта в зал, проголосовали первое чтение, второе, подписал спикер. Все выводы внутренних этих управлений Верховной Рады получены. Президент подписал, и даже специальный номер газеты «Голос Украины» напечатали, чтобы этот закон вступил в действие. Это ушло 4 часа. Ну, с антикоррупционным судом, ну, могло уйти, я не знаю, ну, 4 дня максимум. Что сказал на импровизированной пресс-конференции в Ахине президент, когда у него спросили журналистов в Германии после переговоров с Меркель, с Макроном, или после беседы, наверняка, слово «переговоры» тоже не совсем корректно употреблять, в конкретном, отдельно взятом случае. Он сказал, что, ну, когда спросили, обсуждали ли антикоррупционный суд с Меркель, с Макроном, президент сказал, а что его обсуждать, законопроект в парламенте должны проголосовать, и депутаты в Верховной Раде в присущей себе манере уже наработали там 3-4 тысячи правок. Сказал глава государства, подчеркнув, наверняка, или намекнув на то, что будет затягиваться процесс, не знаю, наверняка, кем-то оппозиционерами, не оппозиционерами, не знаю. Вот зрителю это звучит устрашающе. Я как депутат вам скажу, это звучит не устрашающе. Это два заседания парламента, хватит, чтобы пройти 2 тысячи поправок. Это делается элементарно. У нас была куча законов, и по судебной реформе, и земельные законы, и так дальше. Где эти все поправки проходятся очень быстро. Это специально делается для того, чтобы спихнуть ответственность. Знаете, он же не может в присутствии Меркель и Макрона сказать, вы знаете, я главный коррупционер в Украине, я не хочу антикоррупционный суд. Он будет рассказывать миллион анекдотов и других историй, только чтобы не попасть в это неприятное положение. Поэтому прямую политическую ответственность за коррупцию в Украине и за отсутствие антикоррупционного суда несет лично президент Петр Порошенко, как главный выгодополучатель всех коррупционных схем в стране. В том числе, как говорила в предыдущем эфире Инна Богословская, и Одесского припортового завода, где работают схемы, связанные с его ближайшим окружением, и не только Одесского припортового. Поэтому граждане Украины, вы должны понимать, что в стране коррупция, потому что президент не хочет с ней бороться. А гражданам Украины Сергей Лещенко может дать и другое такое обещание или прогноз сделать, что вот после создания антикоррупционного суда, как только он заработал, то все, держись, мать, коррупция, все поборем. Ни одного коррупционера не останется. Это коррупция, это болезнь, лечение, это процесс. Вам ни один врач никогда скажет в начале лечения, что к концу недели вы выздоровеете, если серьезное заболевание. Точно так же и здесь. Но это серьезное лекарство. Это серьезное лекарство, которым мы прописываем пациенту. По сути дела, мы сегодня имеем уже антикоррупционное бюро, имеем прокуратуру, не хватает нам третьего компонента для этого рецепта, для того, чтобы эту инъекцию или вакцину от коррупции в Украине применить. И, конечно же, как эта вакцина приживется, мы не знаем. Но мы точно знаем, что президент создавать не хочет, а если и хочет, то так, чтобы все контролировать. Поэтому жонглируется законопроект. И вот он внес законопроект. Он его внес в начале года. Сейчас уже январь, февраль, март, уже полмая прошло. И он специально его внес в той редакции, которая считается венецианской комиссией, то есть главным органом экспертизы украинского законодательства на соответствии с европейским, таким, который нарушает эти требования. Вот специально это сделал. Для того, чтобы торговаться, чтобы опять отстоять свое право манипулировать, жонглировать судьями. Зная, что это неприемлемо. Все равно это сделал. И мы потратили 4 месяца. С января, повторюсь, уже середина мая. Через месяц уже в парламенте будут пустые засесенные кресла. Потому что выгодно этот суд не создавать. А в случае чего сказать, это не я, это депутаты. Это они. Хотя он этих депутатов всех набирал в свою политическую силу. Другое дело, что они предпочитают об этом молчать, в отличие от меня. В данном случае я считаю, что молчать нельзя, потому что интересы страны важнее личных интересов. Резюмируя, на этой неделе мы что увидим? Будет проголосован? Я думаю, на этой неделе максимум будет комитет. Или на двух недель. Максимум комитет. Может быть, на второй неделе будет попытка голосования. Но опять же, мы проголосуем антикоррупционный суд. Закон о выборах вообще даже конь не валялся. Тоже поправок много. И никто этот закон менять не хочет, потому что выгодно коррупционерам избраться в новый парламент по этому действующему закону, по прикормленным ими уже округам, чтобы еще на пять лет получить мандат на разграбление наших с вами сограждан. Потому что именно так работает коррупция. А закон о выборах – это отмычка, которой коррупционеры открывают двери в украинскую политику и залазят потом в карманы наших соотечественников. Будем следить за работой депутатов на протяжении следующих двух пленарных недель. Напомню, что вот следующие две недели подряд пленарные. Будем транслировать, как всегда, работу парламентариев и посмотрим, как будут обстоять дела. С голосованием за законопроект о создании антикоррупционного суда есть центральная избирательная комиссия. Тут тоже, кстати, открытый вопрос. Это очень интересно. Обещали все, что обновится. Тоже, смотрите, нельзя становиться жертвой манипуляций. Центральная избирательная комиссия уже четыре года, как это просроченный, прогнивший продукт, неликвидный. Четыре года они уже пересидели свои полномочия. Они уже должны давно были уйти. Президент четыре года ничего не предпринимал. И тут в последнюю сессионную неделю, знаете, как горячий петух клюнул, пытались этот вопрос любыми силами протолкнуть. Почему? Потому что президенту нужно перезагрузить парламент, пока у него есть хотя бы минимальные эти вот силовики под контролем, медиа под контролем, прокуроры под контролем. Деньги у него есть в наличии. Пока он при власти, он хочет избрать новый парламент, законсервировав еще на пять лет своих друзей-подельников в политическом органе, в парламенте. Конечно, пока старый центр избирательной комиссии он этого сделать не может, потому что этот центр избирательной комиссии уже никто не признает. И выборы, когда подсчитывают голоса членов Центра избирательной комиссии, с просроченными на пять лет полномочиями, на четыре года полномочиями, никто не признает. Поэтому наш ответ должен быть такой. Сперва закон о выборах, в следующий день голосуем ЦВК. До тех пор, пока закон о выборах не предпринят, принятие нового состава ЦВК равносильно подыграть президенту в распуске этого парламента, и этот парламент никому не нужен. То есть за него уже никто не держится. Тут главное другое, что он хочет, пока есть власть, переизбрать парламент, запустить эту коррупцию по новому циклу, пока она у него в руках, пока ключи от этой коррупции у него в руках. Поэтому обсуждался и сценарий досрочных парламентских выборов. Летом этого года, конечно. Поэтому нельзя допустить голосование за ЦИК, пока не принят закон о выборах. Или хотя бы провален. Пусть они его провалят, и таким образом мы будем понимать. Все. На этой власти можно ставить крест. Они не имеют ни политической воли, ни желания, свои же обещания. Потому что у Порошенко это написано. Вжиты по-новому новые законы о выборах. Они не имеют ни желания, ни воли воплощать то, что они, под чем они подписывали. И тогда всем будет все понятно. А пока они сейчас пытаются сманипулировать, принять новые ЦВК, новых депутатов, посадить туда членов ЦВК, и попытаться качнуть ситуацию под досрочные выборы летом этого года с минимальной явкой и максимальным админресурсом. К еще одной теме нужно успеть обратиться. Хочу, чтобы мы обсудили с вами ее Сергеев. Полиции открыли уголовное дело о вмешательстве в деятельность экс-премьера Арсения Яценюка. Об этом сообщил Арсен Аваков, министр внутренних дел. Речь идет о некоем заговоре группы лиц с целью отставки Яценюка с поста главы правительства, уточнил министр. Цитирую. По предварительным выводам они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов и других лиц. Конец цитаты. При этом в МВД ссылаются на информацию нардеп Александра Онищенко о том, что только в течение 2015-2016 годов на подобные акции якобы потратили 30 миллионов долларов. Сергей, вот такое информационное сообщение сегодняшнее расследование. Это пример использования силовых органов просто в интересах политических сил, которые назначили туда министров. То есть Народный фронт назначил Яценюка, и Авакова, и сейчас Авакова. То есть есть конфликт интересов, вы об этом говорите? Ну, не просто конфликт, это непосредственность Министерства внутренних дел. Это не их статьи. Подкуп депутатов, неправомирная выгода, кто у нас этим занимается. А это следствие к чему может прийти? К какому выводу? Я думаю, это будет какая-то пиар-карусель. К тому же, о чем говорил Онищенко, кто конкретно заказывал, если заказывали... Между нами, если мы с вами, как говорится, говорим на кухне... Уважаемые телезрители, не слушайте. Мы с вами на кухне сидим за бокалом воды, значит, это Аваков пытается выторговать лучшее разделение квот с Порошенко, я думаю, в будущем политическом проекте. То есть это внутричний между собойчик Порошенко, я ценю Кавака. Вы знаете, что Порошенко, он хочет идти на выборы, собрав как бы в одну такой вот один блок власти всех членов нынешней коалиции. Блок Порошенко, Народный фронт, удар. И Народный фронт не хочет идти на тех условиях, которые ему Порошенко предлагает, а там минимальные условия, учитывая нулевой рейтинг Народного фронта. И тут, видно, Народный фронт решил как бы поторговаться уже с самим Порошенко, открыв дело, потому что, конечно же, Онищенко, если даст показания, то только на самого Порошенко. Поэтому это уже их внутренняя разборка, которая, я думаю, будет иметь только какой-то даже не пиар-эффект, а просто эффект, вот когда они там соберутся на банковой делить страну, они, возможно, друг другу предъявы какие-то выставят, и на этом все закончится. То есть это пиар-процесс с использованием силовых структур, к сожалению. А отбелить репутацию Арсения Яценюка еще можно в стране? Ну, то есть я к тому, чтобы объяснить положение дела и вернуть его в повестку дня. Они могут постараться. Мне кажется, Народ тут принял, скажем так, решение о судьбе Яценюка, принял Народ, когда его рейтинг обнулил, и сегодня он уже спустя два года ухода с должности, он не поднялся у него. Он остается, как и было, там, скажем так, это называется жирность кефира. 0,1% это вот рейтинг Яценюка и Народного фронта. Он не движется никуда, и два года отсутствия Яценюка на посту премьер-министра не привело к улучшению его репутации в глазах общества. Ну а с другой стороны, при объединении Народного фронта и блока Петра Порошенко в случае совместного похода на выборы Яценюк так или иначе вернется, вряд ли останется опять за кулисами, скажем так. Ну, поэтому для Порошенко выгодно их в себя интегрировать, но отдать им минимум мест, получив взамен, скажем, лояльности Авакова, там, денежные ресурсы, которые Народный фронт за время нахождения власти сложил на свои офшорные счета и так дальше. Ну или использовал для победы в выборах, как об этом и рассказал тот же Александр Онищенко, уже неоднократно вышел помянутый. Это, я думаю, был один из немногих эпизодов, один из многих эпизодов, точнее, может быть, даже не самый масштабный. Что касается еще Народного фронта, инициатива Арсена Авакова, и вот, опять же, тоже относительно свежее заявление, вчера в одном из интервью министр сказал о том, что готовится и к лету созреет план по деоккупации Донбасса, поэтапный, вот тоже в эту же канву. Я думаю, что это вот такие стенды рекламных роликов или как-то билбордов, они планы будут презентовать в ближайший весь год. Понятно, что сейчас легитимность власти, она приближается к самой низкой отметке, потому что власть уже уходит, понятно, до выборов президента осталось 9 месяцев, 10 месяцев. Никакие планы деоккупации в такой период уже невозможно. Их можно осуществлять, когда есть всеобщая поддержка, победа на выборах президента, и передать 5 лет работы. А сейчас уже никто всерьез это даже не воспримет. Я боюсь, что они затянут с МВФ, и МВФ уже не даст денег, скажут, вы знаете, слишком близко к выборам, а если мы даем деньги действующей власти перед выборами, это воспринимается как политическая поддержка одного из кандидатов, поэтому не будет вам денег до следующих выборов. Поэтому эта история с деоккупацией, кроме пиар-эффекта, я думаю, иметь никаких последствий не будет, потому что слишком поздно очнулись, а скорее просто решили на теме попиариться, как и на теме церкви, как и на теме праздников, на теме переименований, на теме подачи заявок в НАТО, референдумов. Просто в данном случае Порошенко и его окружению нужно найти новый базис для переизбрания. Ведь как Порошенко и Яценюк, они ведь как шли, они же шли как либеральные силы, вот мы придем, там, Европа, демократия, там, инвесторы, рыночные реформы, через 4-5 лет нахождению власти предъявить особо нечего, им нужно искать нового избирателя, новое ядро, вокруг которого наращивать свою поддержку. Вот они решили, что теперь это будет националистически настроенный избиратель. Но, я думаю, они далеко не уедут. Но этого избирателя на всех не хватит, это раз, многие ориентирующиеся уже на этот электоральный блок. Просто никто не поверит, понимаете, нельзя одной рукой рассказывать о патриотизме, одевать вышиванку, а другой с Путиным иметь теневые договоренности, делать бизнес в России, и главное, воровать на покупках и продажах вооружений. Вот это, мне кажется, самое черное пятно в репутации нынешней власти, причем как блока Порошенко, так и Народного фронта, как и Гладковского, так и Пашинского, это все вот эти схемы, грязные, от которых за версту воняет коррупцией прокладки фирмы, через которые или закупаются в Украину вооружения, или из Украины продается на экспорт точно так же товары двойного назначения. Вы знаете, может быть, историю, если не знаете, я ее озвучу. Один из примеров, который был опубликован недавно, это продажа государственным заводом «Импульс» в Шостке через фирму-прокладку, которая зарегистрирована на Кипре, партии взрывателей и детонаторов. Продажа с завода на кипрский офшор 95 тысяч евро партия, эта же партия с кипрского офшора продается конечному покупателю в Сербию за 700 тысяч евро. Это одна партия, в которой коррупционный навар составил не 30%, не 50%, а 700%. 700% разницы в цене на одном и том же. И это не голословное утверждение, это два инвойса, которые можно так сопоставить и посмотреть на две цены. К сожалению, Сергей, так много подобного рода сообщений о коррупции, когда в особенности речь идет о коррупции в Минобороны, в военно-промышленном комплексе. Так много этих сообщений, что и люди уже начинают сквозь пальцев к этому, да, за этим следить и к этому относиться с определенной привычкой. А вот после смены власти за все эти дела нужно, чтобы были наказаны. А я думал, вы обещаете, что будут наказаны. Уже хотел вас словить. Подождите, вы знаете, что если они переберутся на второй срок, они сами себя не накажут. Но они должны быть наказаны. И им приговор должны сперва вынести граждане на выборах. А затем честный антикоррупционный суд в рамках честного судебного процесса после расследования честно проведенного правоохранительными органами о том, как они 5 лет грабили украинские граждане. Хочется в это верить. Время, Сергей. Большое спасибо. Спасибо вам. Сергей Лещенко, народный депутат Украины, был гостем Большого вечера. Короткая рекламная пауза, буквально в 2 минуты. И Евгений Мураев, народный депутат Украины, глава полицейского партии «За життя» в нашем прямом эфире. Будьте с нами.